Доброе утро! Сегодня мы в математике проведу вас связывать меня, Татьяна Викторовна. Присаживай! Ребята, я сегодня к вам в школу приехала очень рано, с таким приподнятым, хорошим настроением. Как вы думаете, почему? Какие у вас есть мысли по этому поводу? Пожалуйста. Ну, потому что вы хотите узнать получше эту школу. Здорово! Еще варианты? Получше знать наших детей, наши классы. Здорово! Еще, ребят, какие варианты? Пожалуйста. Наши традиции. Класс! Супер! Спасибо! Наших учителей. Здорово! Ребят, на самом деле, все, что вы сказали, все абсолютно верно. Я очень хотела с вами встретиться, увидеть вас, посмотреть на вас, потому что слышала, что вы очень замечательные ребята, поработать с вами и открыть новые знания. Итак, девизом нашего сегодняшнего урока будут слова знаменитого и великого математика Пифагора. Не построен насилие числа. Я знаю. И в этом я знаю, да? Здорово! И в этом нам придется с вами сегодня убедиться. Как вы думаете, как давно возникла такая муку как математика? Где-то лет... 2 миллиона лет назад. Хорошее версие. Тысячу лет назад. Тысячу лет назад. Еще варианты. Ну, на самом деле, вы правы, эта наука возникла очень давно. Еще наши папы и мамы, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, и прапрабабушки, и прадедушки занимаются этой наукой. Что ты хочешь сказать? Ну, вы имеете в виду, что это... Да, наши предки, это слово. Молодец. А хотели бы вы порешать задания, которые раньше решали они? Давайте немножко унесемся в мир древней математики и порешаем то, что раньше решали наши предки, так сказать. Итак, ребус возник давно-давно в математике. Давайте попробуем у кого-то сказать. Пожалуйста. А что за слово здесь зашифровано? А-а-а. Ну, пожалуйста. Ну, ребят, что за слово? Что за слово? Аршин. Аршин. А-а-а. Аршин. Что это за слово? Кто знает? Ну, пожалуйста. Аршин это... Ну, измерение длины наших древних предков, и оно примерно равняется семьдесят одному сантиметру. Какой ты молодец! Совершенно верно! Это древняя мера длины, которая была от основания до кончика пальцев самого длинного, да? И измеряли таким вот образом, аршином. Примерно это равняло семьдесят два сантиметра. Семьдесят два. Умница. Ну, семьдесят один и два, и семьдесят два. Хорошо, что вы решите такую задачку. Кто может прочитать? Пожалуйста, читай. Задача в магазине. Магазин. В двух ящиках. В ящиках привезли двадцать бураков. В одном ящике было пятнадцать бураков. Сколько бураков было во втором ящике? Вопросов не разнило у вас, но у них задача. Пожалуйста. Ну, вот там ящик получается пять. Пять? Как ты посчитал? Ну, пятнадцать и прибавить пять больше. Пятнадцать и прибавить пять. Ребята, отнеситесь. Пятнадцать и прибавить пять. Минус тебе показывают. Минус. Спросим, почему не согласна, Лиза? Я думала, что вот привезли двадцать бураков. Да. А в первом ящике было пятнадцать бураков. Конечно, решение Саши было бы тоже правильным. Но мне кажется, что двадцать минус пятнадцать получится пять. Двадцать минус пятнадцать получится пять. Проверяю. Конечно, молодцы. И ни у кого вопросов не возникло к этой задаче? Нет? Нет? Все вам понятно здесь, да? Здорово, какие вы молодцы. Нет, мне только непонятно слово бурака просто. Ой, что за слово такое? Бурак. Бурак. Кто-то знает? Что это за слово? Это слово, которым раньше пользовались наши предки. Что же оно означает? Правильно, бураков. Что же оно означает? Какие варианты есть? Что это слово обозначает? Что мы в двух ящиках таком привозим? Двадцать бураков. Что может быть? Ну, я думаю... Пожалуйста. Может быть, это какая-то еда? Какая-то еда? Ты очень близко. Посмотрим правильный ответ? Нет. Ну, давай. Может быть, это напитки такие? Напитки. Может быть, это какой-нибудь фрукт или овощ? Смотрим правильный ответ. Что это? Белиска. Это? Что это? А правильно скажите? Свёкла. Конечно, свёкла. И сейчас вы до сих пор можете услышать, как старые пожилые люди упоминают это слово. Бурак или буряк называют так свёклу. Хорошо. Поехали дальше. Решите пример. Здорово. Ас плюс Б равно А. Ас плюс Веди. Ас плюс Веди. Ас Веди. Ас Веди. Хороший вариант. Ещё варианты. Так. А плюс Веди равно Веди плюс А. Тоже неплохой вариант. Ну, должен быть какой-то результат. Хорошо. А вот так, ребята, сможете решить? Сможем. Сможем. Что это за цифры такие? Что это за цифры? Давай, Георгий, что это за цифры такие? Как они называются, эти цифры? Эти цифры это один, два, три, четыре. Ну, как они называются? Да, нет словом. Как они правильно называются? Чис. Как они называются? Откуда они к нам пришли опять? Натуральный ряд чисел. Молодец. А ещё они называются? Арабские цифры. Да, Габарин? Мы же пользуемся. Да, это же вроде бы не арабские, а древнерусские цифры. Их вот. Ас Веди. Нет, вот я про эти говорю. Вот про эти. Вот про эти. А теперь можете посчитать, ответ задать? Давай. А плюс В. Ас плюс В. И равно Г. Глаголе. Да? А давайте на наши ряд чисел переведём, как будем. Пожалуйста. Ас плюс Ведера равно 3. 3. Как ты посчитала? Ну, потому что 1 плюс 2. 1 плюс 2 получится 3. Да. Или глаголе получается. Вот он и есть наш пример. 1 плюс 2 равно 3. Молодцы, ребята. А где сейчас встречается древняя славянская аспекта? Не, а напользуемся ли мы её и сейчас? Ну, Саша. Ну, люди вообще... Ну, есть такая латынь. Да. А сейчас где-то она встречается, Георгий? Ну, она встречается вот в математике латыни. Ну, я хотела сказать, что я так много знаю древнерусскую, но буквицу. Супер, молодец. Там вроде бы Ас, Веди, Глаголь, Есть. Ну, спасибо. Ты уже очень хорошо свои знания продемонстрировал. Ищу, Гать. Ну, мы можем встретить где-то, ну, где-нибудь литературу. Молодец, ребята. Литературу. Знаете, что я вам нашла? Вот такие дни, знаете, какого? 1913 года. Всё написано на лене славянской аспеке. Минуточку вам даю, чтобы посмотреть. Это интересные. Да? Минуточку посмотрите. По странам древнеславянская азбука встречалась в летописях различных книжках. Книжка. Кому интересно, вы можете потом обязательно посмотреть после урока эти книжки. Интересные. А сейчас у нас ещё много интересных книжек. Потом после урока возьмите, обязательно посмотрите. И да, древнеславянская азбука встречается в летописях. Да? Может быть, это будет. Хорошо. Молодцы. Поехали дальше. Но, единственная ли была древнеславянская азбука? Или у других книжек главных книжек были ещё разные записи цифр. Саша? Ну, вообще, да, были у вас. Да, давайте с ними и познакомимся. Итак, древняя Русь. Мы немножко с вами познакомились. Вот этот значок что обозначает? Смотрите, наверняка такая волна. А наверху волна. Нет. Как она называется? Это называется титла. Если бы этого значка не было, это были бы буквы. Как только добавляется значок, это получается цифра. Дальше, смотрите, в древней Египте как интересно обозначались цифры. Ага, даже лягушка, смотрите, попала. Что значит? Ну, вообще, они использовали это шифрами. Шифрами. Так. Катя? В древней Египте это был как бы их язык. И в эти гробницы такие росписи такие были. Конечно. Это были нагадки. И там было очень много ловушек. Вот всё верно. Спасибо, Катя. Молодец. Хорошее знание по древнему Египту. Смотрите. В древнем Вавилоне. В древнем Вавилоне. В древнем Вавилоне такие знаки были интересные. Давайте мы с вами все посмотрим. Индейцы. Индейцы в мае. Кому интересно, вы прямо можете разобраться, почему именно такой значок обозначал эту цифру. Древняя Греция. Какие значки интересные, да? Дальше. Следующая. Индейцы. 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 Ага, я поняла, молодец, как умница. А поднимите ручки, кто сомневается, еще не знает такие вот рельские цифры. Есть такие? Хорошо. А хотите ли вы их узнать? Давайте мы с ними поработаем, чтобы вам было проще. Вот так сможете посчитать? Так, сможете посчитать? Сможете. Как просто это сделать? Катя. Иди сюда. Как это проще сделать? Вот цифры, вот сверху. Так, ну показывай вот эту цифру. Это, это 7. О, не щелкаем. Так, это 7. Так, это? А это 2. И получилось? Катя, и получилось 9. Хорошо. И 9 можно вылечать на доске. Хорошо. Итак, ребят, откуда вообще произошла такая римская система записи цифр? Как так вообще получилось? Как ее легко запомнить? Как вы научитесь запоминать? Знаешь, Катя? Я знаю, что эти римские числа придумали люди. Так, все верно. Так, знаете, когда-то строили в древнем линии Большой Колизей и носили камни. Принесли один камень, сделали зарубочку. Принесли другой, сделали. И вот так много-много-много-много носили-носили, делали-делали. Потом поняли? Нет. Ну что, это удобно? Столько зарубочек делали. Палочками. Да, вот так палочками делали-делали. И все-таки решили договориться. Как же договорились люди в римской системе записи цифр? Как цифры должны обозначаться и на что они похожи? Саша? Ну, должны они вообще быть похожи. На что? На что похожа цифра римская один? Ну, что похожа? Похожа на штангу. На штангу. Еще варианты? А все? На английскую. На английскую. Еще? На шкалу. А посмотрите на свои ручки. На что похожа? На пальцы. Ну, пальцы, конечно. Цифра один – это один пальчик. А цифра два? Это два. Это второй пальчик или два пальчика. Цифра три? Три пальчика. Цифра четыре? Четыре пальчика. Четыре пальчика. Так, а цифра пять? Пять пальчиков. Пять пальчиков. То есть вот так записывалось? Угу. А вы мне говорили по-другому. Не сорта, Сергей. Ну, ну иди, исправь. Иди, исправь. Что не так? А ты давай здесь снизу. Ну, смотри. Можно, можно. Так. То есть цифра четыре как-то не так написано, да? Как? Так. Так, ребят, отношения кто знает? Ну, так, плюс, согласно. Что еще неправильно, Георгий? Цифра пять. Цифра пять. Давай. Как правильно? Здорово. А как это, ребят, все получается? Вот галочка, палочка. Галочка. Галочка. Палочка. Как это так получается? Что за цифр это вообще? Галочка. Палочка. На самом деле, когда у людей появлялось пять пальчиков, когда надо было посчитать, они решили обозначать это одним значком. Галочкой. Галочкой. А если десять, десять это что такое? Это пять плюс пять. Ну, конечно, крестик. Пять плюс пять. Получалось десять, а обозначалось крестиком. Что значит? Можно сказать, что похоже даже на х. На что? На х. Да, конечно, похоже десять на х. Можете посмотреть. Посмотрите, как считалось раньше, да? Вот галочка, про которую я вам говорила. И крестик. Два раза по пять. Так. Хорошо. Но в этой записи есть правило, которое нам Георгий сейчас исправил, вышел, да? Более четырех знаков, больше трех раз одинаковый знак писать нельзя. Блин, я не могу. Да, ну молодец. И вышел нам не исправил. Ты большой молодец, Георгий, что ты это знаешь. Вот этому правилу нужно придерживаться. Есть еще одно правило. Как же получаются числа? Четыре. А как получить число шесть? Кто знает, Лиза? Давай. Как получилось число четыре? Число четыре получилось так. Вот у нас есть цифра пять. Так. И из пяти мы отняли один, и получилось четыре. Если мы отнимаем, то меньший знак мы пишем где, Лиза? В какой стороне? С левой. С левой. А если мы прибавляем, то мы пишем с правой. Тогда запиши, пожалуйста, число шесть. Шесть. Шесть это пять плюс? Один. Один. Совершенно верно. Молодец. Давайте с вами посмотрим, как же образовалось число шесть, да? И как образовалось число четыре, когда мы вычитали слева. Здорово. Итак, здесь вы можете видеть все представленные числа от одного до десяти в римской системе за цифрой. Одного до двадцати, простые. Хорошо. А это числа ваша прямая. Скажите, пожалуйста, чем она отличается от нашей системы? От арабской? Ничего? Ничего? Все здесь в порядке? Нет. Все одинаково, Катя? Ну, например, это почти как линейка. У нас линейки, там и римские числа. Ну, а мы разве не можем арабские цифры расположить по линейке? Можем? Можем. А вы смотрите внимательно, что здесь не так? Что отличает от арабских? Кто говорит? Ну, я понял, что тут вот в числе шесть. Ну, то есть это не шесть, а... Ну, как не шесть? Пять плюс один шесть. Нет, нет, это не пять плюс один. Потому что слева то, что он стоит, это значит, мы отнимали. Ну, вот мы отняли слева четыре, справа прибавили шесть. Все, как вы говорили, все по закону. А посмотрите внимательно, чего здесь нет на чистовой прямой. Посмотрите, чего нет. Правильно. Умница, посмотрите, в римской системе записи цифр нет нуля. Начинается сразу с единички. А там что? Ну и есть. Ну и есть. В римской системе нет нуля. Сейчас я вам предлагаю поработать пар. Каждому из вас дают такой листочек. Да, да, я написана инструкция тоже. Вам нужно рядом с австой нумерацией записать рюстку. Да. Пожалуйста. Так, первая пара какая готова? Теперь четыре. Уже работать. Уже работать. Денинадцать. Это что такое? Это десять плюс две. Посмотрите. Одинаковые числа нельзя использовать. Да, да, совершенно верно. Все ясно. Одинаковые числа нельзя использовать более шесть. Так, а еще один. Памочка, подожди. Как вы это правило нарушили? Помните? Как вы это правило нарушили? Так. Точно! Я поняла, как это делать. А, понеси. Здесь, здесь, здесь. Один. Так. Два. Это два. Два. Стричи. Очень много. И последняя, по 16, и пара будет готова, мы готовы. Молодцы, готовы, сейчас будем проверять. Все, 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 молодцы, проверяем. Проверяем и ищем ту пару, у которой все без защиты, хорошо? Итак, число 7, проверяем у себя 12, 4, 19, 20, 16, поднимите ручки у кого все верно. Какие молодцы, как вас много! Здорово! Ребята, можно теперь встали? Теперь встали? Я вам буду на мальчиках показывать цифру римскую какую-то, а вы должны сделать то, что я вас прошу. Нигита, цифру римскую я вам показываю, сколько раз я вам показала, какое число, столько раз вы должны прохлопать. Хорошо? Договорились? Так. Отвечем 3. Какая это цифра была? Два. Два. Только 3 прохлопал. А сейчас напишу цифру. У меня пальчиков уже не хватает. Так. А вот так протопать. Артон, сколько раз? Нет, так не надо. Сколько раз надо было? Семь. 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 Семь, конечно. Пять плюс два. А теперь число я напишу. Надо сколько раз вы сесть? Эээ... Для пульс. Сколько раз, Артем? Четыре. Четыре. Молодцы. Присаживайте себя. Поехали дальше. Вот так. Я сейчас вам покажу задание, и мы выполняли ребята из другого класса, и мы допустили очень много ошибок. Вот наша с вами задача им помочь и исправить все ошибки. Легко! Найти ошибки, мы правильно записали, нужно помочь им. У тебя есть ошибки, давайте начнем сверху Лиза. Ну давай, Георгий, выходи. Ну где ошибка, в каком числе? В числе, там числе девять, все правильно. В числе семь ошибка. В числе семь, а выше нету? Ну можно я только в числе семь, потому что я другие не очень знаю. Здорово. Ну а давай, кто там еще нашел ошибку, Лиза? В числе тринадцать. В числе тринадцать. В числе тринадцать. Запиши. Посправим. Нет, стой, сейчас до тебя дойдет очень. Хочешь, присядь. Число тринадцать, ошибка. Так, тринадцать это что такое, Лиза? По-другому? Десять. Это десять и три. Да, десять это трестик и плюс три. Отношения, согласны? Супер. Молодец, Лиза. Еще ошибки. Еще ошибки. Давай, Лева. В числе восемнадцать. В числе восемнадцать. В числе восемнадцать. Запиши как правильно. Так. Отношения. Отношения. Минус. У Саши не согласен. Давай спросим. Саш, почему ты не согласен? Ну я не согласен, потому что есть же право, что одно число можно повторять только трех раз. А что здесь повторяется больше трех раз? Одно один и тот же знак можно. Нельзя повторять более трех раз. Это десять, это пять, а это три. Все? Это получилось восемь. Десять плюс восемь – восемнадцать. Ну давай, Лев. В числе семь – ошибка. Давай. Ну правильно. Семь – это сколько? Это пять плюс два. Пять плюс два. Можно сказать, что ошибка? Просто тут число два написали, а впереди это получается число три они все. Число три? Да. Такое число три их? Нет. Ой, нет. Неправильно. Нет такого числа. Конечно, нет такого числа. Число три – это три пальчика. Хорошо. Почему это какое-то такое число? Проверяем, правильно ли мы их делали. Хорошо. Давайте с вами подумаем, где встречаются линские цифры? Ну помимо того, что есть на слайде. Может еще где-то? Линские числа могут быть, обозначать цифры. Ну например, полка первая, полка вторая, полка третья. Так, здорово. Линская цифра. Первая, вторая, третья. Еще, Лиза. Можно посмотреть книгу про нервные главы? Главы. Здорово. Молодец. Еще, Артем. Это на циферблате часов. Совершенно верно. Артем. Ну, на медалях. На медалях. Да. Многих у вас есть медалей? Да. Здорово. Еще. На пьедестале, да. Когда первое, второе, третье места, почеты там обозначаются в основном. И, дедушка, я знаю, что недавно такое сказали. Дем Димыча пригласили на конкурс с пятерком. Ура! Сказать из твоей. И он растерялся. Дем Димыча, дем Димыча. Он посмотрел на часы, а мы по часу-то встали. А у меня же три. А три часа. А мне было я в тот момент. А ему три часа надо было срочно ехать. Он взял часы у папы. Папа, у меня оставались, дай мне свои часы. Ну, почему-то очень огорчился. Как вы думаете, почему? Там риски и цифры. Правильно. Конечно. Как вы думаете, что Алисе надо Дим Димычу пожелать и посоветовать? Ну, то, что если выучить эти цифры. Конечно, выучить эти цифры нужно. Как они пишутся и знайте, чтобы вы смогли ориентироваться по любым часам с любым циферплатом. Здорово. Сейчас мы с вами поработаем в группе. Кто мне может рассказать правила работы в группе, Георгий? Ну, можно слушать. Так, слушать других. Даже не преподавателя, да? Мы же в группе работаем, поэтому слушать друг друга, Алиса. Нужно выступать друг другу, давать договорились. Совершенно верно. Надо соблюдать правила личного этикета, да? Давай договорить другим, слушать позиции. Еще надо. работать в группе, а не кто-то один. Совершенно верно. Работа должна быть совместной, не ссориться. Надо быть внимательным и все слушать хорошо. Правильно. Слышать и слушать. Еще раз. Надо работать вместе, надо не все забирать себе, а работать в группе, решать все вместе. Да. Договариваться делать так все по очереди. Молодец. Договариваться. Совершенно верно. Вот сейчас я вам предлагаю разбиться на три группы. Первая группа будут географы, путешественники. Читайте задания. Вторая группа будут музыканты и биологи. Читайте задания. Всем пока. Первые люди, познакомились с ним. Время прошло. Читаем внимательные строки. 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 Итак, поехали. Начнем с группы биологов. Группа биологи. Два докладчика выходим. Группа биологи. Итак, задание было. Подождите, подождите. Мы с вами говорили о том, что друг друга надо уважать, слушать и слышать. Ага. Все, Георгий. Их надо тоже уважать. Начинаем. Мы просидели мать и не тянутся. Рядом с рисунками и числами. С римскими числами. С римскими числами. В скобках запиши арабские значения. На месте пропуска выпиши слова из текста. Картофель. Важный компонент всех блюд. Родина картофеля Южная Америка. Впервые люди познакомились с ним в 16 веке. Сначала он им не понравился, так как они ели его сырым. Из плитков картофеля стали делать букеты или украшения для волос. На Руси картофель появился в конце 17 века благодаря царю Петру Первому. Ребята, отношения правильно перевели? Согласны? Римские в арабские значения? Здорово. Теперь задание для проверки прочитанного текста. Пожалуйста. Родина картофеля Южная Америка. Первое знакомство с картофелем произошло в 16 веке. Картофель людям не понравился, так как они его ели сырым. Благодаря царю Петру Первому картофель появился на Руси в конце 17 века. Согласны? Да. Ну все правильно, абсолютно. Молодцы ребята, присаживайтесь. Так, следующая группа музыканты. Музыканты из-за накладчика. Так, читаем сразу текст. Гусли древнейший музыкальный инструмент. Славяне играли на гуслях еще в 11 веке. Гусли бывают звончатые, щипковые и клавишные. Скрипка – струнный смычковый музыкальный инструмент. История музыки считает, что скрипка в своем наиболее совершенном веке возникла в 16 веке. Ребята, отношения верно группа справилась? Да. Верно, молодцы. Итак, теперь вторая часть задания. Пожалуйста. Задание для проверки почитывания текстов. Древний музыкальный инструмент. Мысли, какие бывают в виде гуслей. Звончатые, звончатые, щипковые и клавишные. В 11 веке люди уже играли на гуслях струнный смычковый. Музыкальный инструмент назывался «Скрипка». Совершенный вид скрипка при обре лампе от 16 века. Так, согласны, ребят? Да. Да, молодцы. Ребят, а теперь вытяживайтесь. Послушайте, что за музыкальный инструмент играет. Лиза, давайте заслушаем. Это видео? Нет. Саш, скрипка. Скрипка. Совершенно верно. Давайте тоже заслушаем до конца. И Наталья Георгиевна попросила, чтобы группу «Географы путешественников» мы оставили с вами на следующий урок. Она будет докладывать при всем классе. Поэтому вы у нас туда остаетесь. А сейчас... Как я теперь остаюсь? Остаетесь на следующий урок. Будете докладывать всему классу. Представляете, как это здорово? Показывать, чему вы научились на этом уроке. А сейчас возьмите ладошечку правую. Перед собой поставьте. Вот это какой пальчик у нас? Большой. Большой. Ребят, давайте он вам задаст вопрос. Какое большое шаги вы сегодня сделали на уроке? Представляете, у нас стоит такой вопрос. Какое самое большое открытие вы сегодня сделали на уроке? Так, Хать. Мы узнали римские цифры. Римские цифры. Ищем, какое, Артем, у тебя открытие? Мы знакомили искусственные мейстерии. Здорово. А у тебя Слава? Мы узнали, что поток не зародился в южной мере. Классно. А вот это что за пальчик? Слава, что за пальчик? Мизинчик. Он какой на ручке? Самый? Маленький. И да, давайте он вам задает вопрос. Какая маленькая трудность с тобой сегодня столкнулись? Маленькая, маленькая. Какая трудность была на уроке? Пожалуйста, Алиса. Выучить римские цифры. То есть тяжело было, да? Все-таки запомнить эти римские цифры. Да, еще какая трудность. Пожалуйста, сделай. Какая у меня была большая открытия. Ну, давай. Я познакомилась с римскими цифрами. И... А мне просто ты знал. Я ожидал. Ну, я очень много знал. Ага. Ну, потом еще немного это. Буквец, он вспомнил. И... А... А все-таки трудность, ребята. Я знал, что у нас из Маленьки, да. Здорово. А трудности? Больше ни у кого не было. Только у Маленьки трудность была, да? У вас остались все хорошо? Да. Что стало? Нет. Такая же, да, трудность была. Здорово. Вот этот пальчик какой? Сирий. Вот этот, так называется, указательный. Он вас спрашивает. На какие новые знания я вам могу указать? Ответил. На какие новые знания, Катя? Больше узнать от римских цифр, от одного до 20. Так, хорошие знания. Еще, Саша? Знать еще буквицу. Буквицу. Так, еще два. Я хочу узнать побольше еще цифр и буквыц. Так, хорошо. А вот этот пальчик какой, Артем? Вот этот пальчик какой? Это? Безымянный. Безымянный. И он его спрашивает, что я сделаю? Что вы сделали для того, чтобы достичь новых знаний? Что вы сделали сегодня на уроке для того, чтобы вам достичь новых знаний? Слава. Работали в группе. Хорошо. Работали в парах. Работали в парах. Работали в парах. И последний пальчик какой? Самый большой. Какое состояние духа? Какое настроение у вас сегодня было на уроке? Ладно. У меня замечательное. Замечательное слово. Хорошие. Ребят, спасибо вам за урок. Мне очень понравилось с вами работать. Спасибо вам огромное. И на последок вам хочу сказать о домашнем задании. Домашнее задание у вас будет связано с планшетом или с телефоном, с гаджетом вместе с родителями. Скачайте такое приложение. И попробуйте порешать различные головоломки, которые направлены на римские цифры. Даю вам такие памятки, пролившие цифры каждому. И подарочек вам. Вот такие вот закладочки. Ура! Георгиевна, пожалуйста, всем. Ты был прав. Ты был прав, что у нас подать. Ну, ребята, отжигайте. Кидайте. Нет, кидайте нельзя. Нужно раздать. Не обожди.